Старт этому проекту был дан в апреле прошлого года. Ориентирован он на детей от 14 до 17 лет. По условиям, начинающие фотохудожники должны в своих произведениях показать красоту городского пейзажа или дикой природы мест, находящихся в 30-ти километровой зоне АЭС. В конкурсе приняли участие 36 учеников Десногорских школ. На суд жюри юные фотографы представили 140 снимков. 28 мая в Центре общественной информации «Смоленская АЭС-Нейтрина» состоялось награждение. Работы были хорошие, работы были очень хорошие. Несмотря на то, что это не конкурс профессионального фото, но мы видели фото очень достойные, очень хорошо сделанные, продуманные. Видно, что это не просто случайный кадр. Видно, что дети увлекаются фотографией. Они знают, как делать хорошее, качественное фото, которое вызывает у зрителей интерес. Все участники конкурса в торжественной обстановке получили памятные подарки от Смоленской атомной электростанции. 10 авторов отмечены поощрительными призами. Фотоработы трех победителей – это Ирина Шмыканова, третье место, Дмитрий Нестеров, второе место и Мария Венерцева, первая – отправятся на заключительный международный этап конкурса, по итогам которого авторы лучших снимков получат путевку в экологический лагерь, где будут детально осваивать технику фотосъемки дикой природы. Я участвую уже второй раз. В первом году я не заняла позового места, и поэтому решила участвовать в следующем. На моих фотографиях изображена утка, и в лесу я нашла жука майского, и возле которого муравьи. Это выглядит немного жестоко, но такова природа. Комитет по образованию благодарит всех педагогов, помогавших ребятам подготовить работу к конкурсу, и участников муниципального этапа второго международного конкурса детских фотографий в объятиях природы. И надеется, что в следующем году проект будет иметь продолжение. Продолжение следует...